Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Витя Кузнецова. Здравствуйте! В один из солнечных дней римский император Троян вместе со своим учителем прохаживался по цветущему саду. Очевидно, под впечатлением красоты, окружавшей их природы, Троян неожиданно задал вопрос. «Учитель, — сказал он, — покажи мне Бога, живого Бога». После минутного размышления, взглянув на небо, учитель ответил. «Троян, я прошу тебя сделать одну простую вещь. Посмотри несколько секунд на солнце». «Как я могу смотреть на солнце без темного стекла?» — удивился император. «Яркий свет ослепляет меня». «Как же ты можешь взглянуть на Бога, сотворившего солнца?» — благоговейно ответил учитель. Многие люди в наше время рассуждают примерно так же. Они считают, что для того, чтобы поверить в Бога, необходимо его увидеть. Вождь израильского народа Моисей тоже когда-то просил Бога показать ему свое лицо. Но Моисей мог только увидеть отражение славы Бога, иначе он не смог бы остаться в живых. Апостол Павел был ослеплен светом, когда ему явился Иисус на дороге в Дамаск. В том состоянии, в котором оказалось человечество сейчас, мы не способны видеть Бога. Поэтому Библия говорит, что Бога не видел никто никогда. Можно ли верить в Бога, не видя Его? Разумно ли это? Ответ на этот вопрос, как мне кажется, звучит в стихотворении, которое было напечатано в журнале «Огонек» еще в застойные годы. Вселенная. Что это значит? В чьей власти ее высота? Кем путь неразгаданный начат? Кем будет окончен? Когда? Покуда мы знаем немного и некого рядом спросить, не следует имени Бога насмешливо произносить. Не лучше ли путем сокровенным идти сквозь рассвет и закат, где зоркие очи Вселенной за каждым движением следят, и кто-то невидимый знает все то, что неведомо мне, зачем мое сердце сгорает, как лист на осеннем огне? А теперь вместе с доктором Мак Ги приступим к изучению Библии. Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разбор 27 стиха первой главы книги Бытие, где говорится о сотворении человека. Начало этого стиха звучит так. «И сотворил Бог человека по образу Своему». Осмелившись заявить, что это одно из самых великих мест в Слове Божьем. Я просто не могу найти никакого другого места в Писании, сравнимого с этим. Что же означает процитированное нами утверждение? Наверное, то, что человек, как и Бог, обладает тремя ипостасями. Кто-нибудь из вас тут же добавит, ага, я понимаю, что вы имеете в виду. Вы хотите сказать, что человек обладает физическим телом, сознанием и духом? Да. Именно это я и имею в виду. В первом послании к Фессалоникийцам в пятой главе, в двадцать третьем стихе апостол Павел так и говорит. «И ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». Вместе с тем, данный стих книги «Бытие» содержит более широкий смысл. Я думаю, что здесь еще говорится и о том, что человек является личностью. И как личность он обладает самосознанием, то есть он способен самостоятельно принимать решения. У него есть свобода нравственного выбора. Очевидно, что такое качество присуще только человеку. «И я убежден, что именно об этом и шла речь, когда Бог говорил, что создаст человека по образу своему». Двадцать седьмой стих заканчивается такой фразой. «Мужчину и женщину сотворил их». Здесь нет подробной информации о том, как был сотворен мужчина и как была сотворена женщина. Подробности мы увидим только во второй главе. Вот почему я и говорю, что Бог не хотел давать нам подробной информации о сотворении Вселенной, в которой мы живем. Иначе ему пришлось бы посвятить этому как минимум еще одну главу. Он здесь не говорит нам ничего другого, кроме того, что Он – Творец. Это заставляет нас пристальнее взглянуть на важнейшую истину, которую мы находим в одиннадцатой главе послания к евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Евреям 11.3 «Все, что мы видим сегодня, было сделано из того, что раньше просто не существовало. Все, что Бог сотворил, было сделано экс-нигило, из ничего. Кто-то может мне сказать, объясните это. Друзья мои, я не могу этого объяснить». Как не может ничего этого объяснить и теория эволюции. Эволюция никогда не была способна ответить на вопрос о том, каким образом что-то произошло из ничего. Все подобные науки начинают либо с микроскопической амебы, либо с мусорного ведра, либо с водорослей, либо с какого-то животного, живущего на дереве. Человеческое сознание всегда должно иметь что-то такое, от чего оно может отталкиваться. Но Библия начинает из ничего. Бог сотворил. Вот главная истина этой главы. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всякими животными, присмыкающимися по земле». Мы видим, что Бог придал своему творению какие-то необычные свойства. Сначала Он сказал человеку, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Мы увидим, как Он еще раз скажет это, когда будет создавать женщину. Бог, судя по всему, был именно тем, кто ввел в мир само понятие интимных отношений. Довольно интересно, что человечество считает себя первооткрывателем в этом вопросе, подобно Колумбу, в то время, как Бог говорит об этом с самого начала. Бог создавал человечество четырьмя способами. Первый – это прямое сотворение, когда Он создал Адама. Второй можно назвать косвенным сотворением, когда Он создал Еву из ребра Адама. Третьим способом – Он воспользовался в момент непорочного зачатия. Именно так к людям пришел Иисус Христос. Четвертый способ – это естественное воспроизведение, то есть то, что хорошо известно в наше время. Бог создал человека, чтобы он мог рождать на земле себе подобных. И это удивительная и славная способность, которая не имеет ничего общего с грязью, развратом, низостью, в которых погряз сейчас человек. Люди пишут грязные, развратные книги и называют это литературой. Создают грязные, развратные произведения и называют это искусством. Некоторые критики выступают против этого, и я благодарен за это Господу. Они говорят то же самое, что я твержу уже давно, что многое в современном искусстве вызывает отвращение, носит явно отталкивающий характер. Что это и не искусство вовсе. Ничем иным, кроме как непристойностью, это назвать нельзя. И делается это в угоду всемогущему доллару. Бог ввел в этот мир интимные отношения вовсе не для того, чтобы мы их так извратили. Бог создал человека по своему образу. Сам Бог в первую очередь личность. И давая человеку бессмертную душу, он дал ему также и свойства настоящей личности. Человек обладает самосознанием, свободой выбора, у него есть нравственная ответственность. Он создан по образу Божьему. Плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю. Бог говорит человеку, чтобы тот населял землю, производя потомство. Обратите внимание, что Бог использует здесь слово «наполняйте», которое с оригинального текста переводится как «снова наполняйте». Это, видимо, говорит о том, что земля до сотворения человека уже была населена другими созданиями. Но кем бы эти создания ни были, они исчезли с лица земли еще до того, как был сотворен человек. Бог также повелевает человеку обладать землей. В этом, я думаю, и заключается основа изучения научного исследования мира в наше время. Одна из притч говорит «Слава Божия – облекать тайною дело, а слава царей – исследовать дело». Притчи 25.2 Бог скрывает сокровища в земле и скрывает их там, где человек должен раскопать их для себя. И я убежден, что то же самое в наши дни относится и к знаниям, в том числе и к изучению слова Божьего. Бог хочет, чтобы мы шли в лаборатории, работали там с микроскопом и аэродинамической трубой. Но, к сожалению, в наши дни человек выходит оттуда с атомной бомбой и пытается уничтожить все человечество. И владычествуйте. Это тоже Божье повеление человеку. Адам был не просто садовником, который должен был подстригать травку. Человек был создан для того, чтобы править на земле. Я думаю, что Адам мог управлять погодой точно так же, как мы можем управлять кондиционером. Он правил на земле. Именно это мы и видим в Господе Иисусе. Когда Он жил на земле, Он управлял природой. Он мог сказать Буре, умолкни, перестань. Он мог накормить множество народа питью хлебами и двумя рыбками. И я считаю, что то же самое до своего грехопадения мог сделать и Адам. В момент же грехопадения Он потерял ту власть, которую дал Ему Бог. И сказал Бог, вот Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого есть плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. Бытие 1.29 Читая этот стих, можно предположить, что сначала человек был вегетарианцем, и только после потопа стал есть мясо. И всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. И был вечер, и было утро, день шестой. Бытие 1 глава, 30 и 31 стихи. Этими стихами завершается 1 глава. И здесь, пожалуй, можно сделать некоторое обобщение. На что нам здесь нужно обратить внимание? На то, что слово Бог в этой главе упоминается 32 раза. Примечательно, что Библия нигде не пытается доказать существование Бога. Почему? Потому что Он говорит. Библия – это книга, написанная для того, чтобы раскрыть духовную, религиозную и искупительную истину. А она приходит к нам только через веру. Поэтому здесь подчеркивается лишь тот факт, что Бог является Творцом всего существующего. В первой главе перед нами раскрывается единство, сила и личность Бога. Именно об этом писал апостол Павел в послании к римлянам, 1 глава, 20 стих. Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Каким образом невидимое может стать видимым? Через рассматривание творений. Так что они безответны. Заметьте, Бог сделал все для того, чтобы мы только верили в Него. В первой главе книги Бытия мы видим и другие истины. Во-первых, она отметает всякие подозрения в политеизме. Творит единый Бог. Во-вторых, она отвергает вечность материи. Первые слова этой главы гласят «в начале». И это, друзья мои, было началом всему. Все это действительно так, несмотря на то, что было время, когда наука твердила о вечности материи. В-третьих, эта глава отвергает пантеизм. Бог был прежде всего, и Он находится вне Вселенной. В-четвертых, она отвергает фатализм. Бог действует свободно по Своей воле. Заканчивая разбор первой главы, позвольте мне выделить основные ее особенности. К ним относятся. Первое – порядок. Второе – прогресс. Третье – точность. Четвертое – совершенство. Теперь перейдем к разбору второй главы книги «Бытие». Как мы уже сказали, она более подробно повествует о сотворении человека, в том числе и о сотворении женщины. Кроме того, здесь вновь повторяется история первых шести дней творения. В этой главе мы впервые видим тот великий принцип, с которым мы будем сталкиваться снова и снова. Это один из признаков богодухновенности Писания. И заключается он в законе повторения или суммирования. Иными словами, Дух Божий, передавая людям Слово Божье, кратко сообщает великие факты и истины. Затем он приводит их снова и посредством тех истин, которые всегда были актуальны, помогает нам понять какие-либо конкретные вопросы. Это мы увидим и здесь, во второй главе, когда разговор вновь пойдет о шести днях творения, о которых повествует первая глава. Аналогичный принцип мы видим и в книге «Второзаконие». Второзаконие – это толкование закона после сорока лет жизни с ним в пустыне. Второзаконие – это не просто повторение закона, а его толкование. Подобным образом нашему вниманию предложено не одно Евангелие, а четыре. Принцип повторения и суммирования мы неоднократно наблюдаем в Библии. Итак, во второй главе говорится о том, что все то, что было создано за шесть дней, принадлежит человеку. Прочтем первые три стиха второй главы. Так совершены небо и земля, и все воинство их. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и осветил его, ибо воны почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Бытие 2 глава, с 1 по 3 стихи. После шести дней интенсивного труда Бог почил от дел своих. И нам нельзя недооценивать важность субботнего дня. Но что это значит «Бог почил от дел своих»? Значит ли это, что Бог устал, присел отдохнуть в седьмой день и сказал, что у него была трудная неделя, что он работал более сорока часов и теперь хочет отдохнуть? Если смотреть на этот стих с такой позиции, это будет совершенный абсурд, потому что Бог отдыхал от своего труда. Когда Бог завершил свой шестидневный труд, Он посмотрел на его результаты. Его труд был закончен. Делать больше ничего не надо было. «Каждый раз, когда в конце рабочего дня я покидаю свое рабочее место, у меня остается определенный фронт работ. Мне никогда еще не доводилось сесть и сказать себе «Вот и все, я сделал всю работу». Но Бог мог так сказать с полным правом. Когда эти шесть дней прошли, в седьмой день Он отдыхал, потому что Его труд был завершен. И в этом состоит одна из величайших духовных истин. В послании к евреям говорится, что как верующие мы входим в покой, то есть мы входим в Его субботу, мы входим в Его совершенное искупление. Ради вас и меня Он умер на кресте почти две тысячи лет назад и дает нам искупление, в которое мы можем войти. Апостол Павел пишет «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5.1 Вернемся теперь к началу второй главы книги «Пытие». С четвертого по шестой стихи этой главы подводится итог первых пяти дней творения. Очевидно, что та необъятная вселенная, в которой мы живем, существует миллиарды лет. Однако, как мы уже говорили, с землей, как и с большей части всего того, что находится на ней, что-то случилось. По-видимому, это была вселенская катастрофа, о которой мы почти ничего не знаем. Но затем туда вновь пришел Бог, и Дух Божий носился над водою, так что из хаоса стал формироваться космос. Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь Бог создал небо и землю. Бытие 2.4 И всякий полевой кустарник, которого еще не было на земле, и всякую полевую траву, которая еще не росла, ибо Господь Бог не посылал дождя на землю. И не было человека для возделывания земли, но пар поднимался с земли и орошал все лицо земли. Бытие 2 глава 5-6 стихи Все это происходило задолго до того, как человек появился на земле, и теперь нам становится понятно, что хотел сделать Бог. В первой главе Бог готовил дом для человека, которого Он задумал сотворить. И вот теперь все было готово к тому, чтобы поселить человека в приготовленное для него место. В первой главе мы увидели, что до возникновения Вселенной не существовало ничего, и потом из ничего появилось нечто неорганическое. Вначале сотворил Бог небо и землю. Затем Бог сотворил органический мир. Он создал жизнь. В 21 стихе первой главы мы прочитали, что Бог создал рыб больших, и затем весь остальной животный мир. Он сотворил животный мир, но растительный мир, очевидно, не был уничтожен в процессе катастрофы. И ко времени возникновения животного мира семя уже существовало на земле. Мне кажется, что здесь скрыт глубокий смысл, хотя Бог об этом говорит очень мало. Затем Бог сотворил человека. Библия не говорит о каком-либо естественном переходе от животного мира к человеку. А теория эволюции не способна объяснить появление хомо сапиенс на земле. Следовательно, все, что происходило на земле, было подготовкой к появлению на ней человека. Вы прослушали лекцию из серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о сотворении человека. Мы узнали, что означает «сотворенный по образу Божьему». Кроме всего прочего, это также означает, что человек является личностью, способной самостоятельно принимать решения. Он имеет свободу нравственного выбора. Если продолжить эту мысль, отсюда следует, что человек ответственен за то, какой выбор он сделает – поверить в Бога или нет. Мы также говорили о том, какие повеления Бог дал человеку. На заре существования человечества Бог повелел людям плодиться и размножаться, наполняя землю, а также обладать землей и владычествовать над миром животных. И здесь мы также можем подумать об ответственности человека пред Богом. И, наконец, сегодня мы узнали о том, что седьмой день, в который Бог почил, был днем завершения всех дел, касающихся сотворения Вселенной и человека. Бог сделал все не только для того, чтобы человек жил на земле, но и для его спасения. Нужно только войти в его покой, то есть поверить в то, что Бог сделал для нас, и согласиться с его руководством в нашей жизни. А это уже зависит от человека, потому что Бог со своей стороны все уже сделал. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Напоминаем, что программы трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте «Радио Маяк». Расписание наших передач мы вышли всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть. Библию обращается к каждому человеку. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok